здравствуйте приветствую вас одесса 19 июля давайте расскажу вам как прошел наш вчерашний день и как начался сегодняшний ракеты в нашу сторону летят и летят в сторону одессы в сторону одесской области вчера около 11 часов дня прозвучала воздушная тревога и после опубликовали официальное сообщение что с нашу сторону было выпущено четыре ракеты одну сбили над морем две попали в объект военной инфраструктуры и 1 в мост через нестровский лиман хоть мост был ранее уже разрушен ракетами и на данный момент он не функционирует потом 18 июля воздушная тревога прозвучала около 5 вечера и потом уже в ночь с 18 на 19 июля и потом вскоре уже опубликовали официальное сообщение что в одесской области нанесен ракетный удар выпущено 7 ракет 1 сбита пво 6 ракет есть попадание по селу разрушена три частных дома школа дом культуры 6 людей пострадала и среди них один ребенок все это произошло поздно ночью официальное сообщение было опубликовано около трех ночи и около 4 утра опять прозвучал сигнал воздушной тревоги лично мы слышали один такой сильный бах сильную вибрацию почувствовали иногда в комментариях то что я рассказываю про ракетные удары у отдельных людей возникает возмущение и говорится что что-то мы не так поняли я не так поняла или не такой уж сильный бах был или все было совершенно по-другому все было как-то иначе и про это вообще не нужно говорить как я уже рассказывала в предыдущих видео что военная жизнь и мирная она очень сильно переплетена и мы слышим звуки воздушной тревоги мы слышим бахи и молчать и не озвучивать это делать вид что ничего не происходит это неправильно и вообще сейчас довольно непросто выпускать ролики потому что смотрит их большое количество людей с разным мнением с разными взглядами с разной позиции с разным отношением даже элементарно с разным местонахождением поэтому иногда ваши мнения диаметрально противоположные я вам рассказываю про нашу обычную жизнь про те ощущения которые мы испытываем про новости которые мы читаем и вот чтобы во всем этом как-то непосредственно поучаствовать вы можете оставить свой комментарий чтобы хоть как-то прикоснуться к моим мыслям и к этому дню когда-то еще в мирное время я проходила этот участок и видела как рисовали этот мурал на нем изображен владимир евгеньевич жаботинский писатель поэт переводчик и журналист родился в 1880 году в одессе в тель-левиве есть институт жаботинского его именем названы улицы во многих городах израиля и также у нас городе одессе тоже есть улица жаботинского также я вам иногда рассказываю если слышу какие-то интересные мысли других людей обрывки фраз чем сейчас живут люди в городе так вот мы вчера были на детской площадке и довольно много было людей там там и площадка и стадион поэтому люди были разных возрастов футбольное поле тренажеры и рядом со мной сидела женщина она беседовала с мужчиной кусочек их разговора вам расскажу у нее родственники живут в николаеве и она рассказывала что очень многие выехали даже назвала цифру что процентов 60 70 покинули город и область делилась как кто-то из ее родных уехал за рубеж какие получают пособия в каких условиях живут почему я это озвучиваю потому что это довольно часто можно встретить в наших обыденных разговорах людей разбросала по миру и они пытаются адаптироваться в новых условиях в новой жизни и часто делятся какими-то своими переживаниями волнениями своими ситуациями ну и своими мыслями ну еще хотелось бы отметить сейчас я опубликовала несколько таких видео и зарисовок с эдгаром винницким многие из вас их уже посмотрели впервые я встретила с ним когда он выступал на дерибасовской позже возле дюка и сейчас него локация возле моря также он проводит концерты и в залах невероятное творчество позитив очень интересные мысли в инстаграме около 70 тысяч подписчиков хотела вам всегда эту березу показать как она растет не сломлена поэтому кто любит стихи музыку разговоры по душам у моря можете посмотреть эту встречу вам понравится благодарю за мысли за комментарии за пожелания показываю вам аренду квартир у нас однокомнатная на канат на Успенской 3000 однокомнатная возле ЖД вокзала 4 двухкомнатная 4 и трехкомнатная на Ольгевской 3000 благодарю вас за внимание всего самого наилучшего благополучия мирного неба над головой пока пока до новых видео